Игровое шоу «Я знаю» Вот хочу вам рассказать о силе телевидения Прочитала как-то давным-давно, что далеко-далеко, в 1973 году Один известный американский телеведущий взял, да и вроде как в шутку Ляпнул, что в стране ожидается дефицит, чего бы вы думали, туалетной бумаги И что произошло потом? В следующие же часы в стране практически исчезла вся туалетная бумага Ну, мужчина потом извинился на следующий день Но, тем не менее, дефицит этой самой очень необходимой бумаги ощущался в США еще как минимум недели три Вот она, сила телевидения Напоминаю, что каждый из вас легко и просто может стать участником нашей программы И доказать не только себе, но и всем своим родным и близким, что он знает, что он умеет отвечать на вопросы Не только по ту сторону экрана, но и здесь, в нашей студии, как это делают наши участники и участницы Что ж, сегодня у нас тоже участницы, о них расскажу попозже Желаю и вам, и им удачи, мы начинаем Ну что ж, есть у нас такая традиция приглашать в студию известных самарцев, артистов, музыкантов, актеров, дипломатов, политиков, спортсменов Ну, в общем, людей, которых вы знаете в лицо, знаете об их делах и знаете, может быть, даже лично знакомы И эти люди приходят либо с кем-то из членов своей семьи, может быть, с друзьями, с подругами, коллегами, родными И пытаются здесь немножечко поиграть, повеселиться, поотвечать на мои вопросы В общем, как всегда, все, ничего не поменялось В нашей студии сегодня с большим удовольствием я представляю вам человека, которого, наверное, многие девушки, но не только знают лично Потому что Екатерина Емельянова, которая сегодня пришла к нам в студию, занимается организацией удивительных праздников В частности, свадебных торжеств И не только пришла Катя, но и со своей подругой Еленой Здравствуйте! Да Ну, хочу спросить, как часто, Катя, бывает так, что смотришь телевизор? Вот я говорю о силе телевидения, если вот Веришь всему, что говорят? Конечно Наверное, в последнее время не всему верю Так Смотрю редко, когда есть время, в основном ночью или на кухне Но стараюсь смотреть, не отставать все Понятно, ну вот я уже сказала про тебя, что ты занимаешься организацией праздников, всяческих мероприятий Чем сейчас заняты ты? Что организовываешь? Ой, сейчас заняты семейным фестивалем Семейным фестивалем? Да, который прям вот скоро будет, 4 ноября Ну и, конечно же, подготовка к Новому году То есть люди уже звонят, обращаются Можешь какие-то раскрыть тайны идеального корпоратива в этот Новый год? Что люди хотят, я не знаю, может быть, что ты им предлагаешь? Предлагаем все, что душе угодно Каких-то супермодных тенденций нет Все хотят, чтобы это было, ну, не вот просто собрались, да И что-то там отметили, поели, попили Да, все-таки хотят наполнить программу Есть такая классная тенденция, что люди, особенно когда большие коллективы Их делят на команды, они придумывают какие-то номера Мы им помогаем эти номера оставить Уже начинается, да, жаркая пора? Да, уже в сентябре Прямо с 1 сентября сдали детей в школу Понятно С кем сегодня ты пришла рассказывать? Это Елена Она тоже имеет непосредственное отношение к праздникам Так Сводит судьбу людей тоже Серьезно? То есть у вас это как, я не знаю, повелось, что ли? Можно сказать, семейная Семейная? Так, с этого места поподробнее, пожалуйста Лена, немножко про себя расскажите, пожалуйста Ну, я тоже занимаюсь праздниками непосредственно Благодаря, можно сказать, Кате, наверное Потому что она меня вывела, можно сказать, в эту стезю Но учились мы вместе И, собственно говоря, что про себя? Мы с ней подруги А почему семейная? Потому что случилось так, что она стала крестной моему ребенку Поэтому практически семья Не только подружки Ну да, это очень интересно и весело Так вот, встречаетесь часто вообще в жизни? Вот сегодня Сегодня, да, впервые за полгода Обычно на работе Да Или по случаю То есть я могу с уверенностью Я могу с уверенностью сейчас сказать, что Программу я знаю Объединяй Да И по-другому тут уже не скажешь Ура Хорошо, ну у нас как-то получается, что иногда Бывает, что цвет волос у нас участниц разный Есть у нас шатенка, есть у нас блондинка Я не знаю, влияет ли как-то цвет волос, Лен, на твое восприятие Вернее, восприятие тебя в обществе Восприятия меня в обществе, может быть, нет Но зато я сама иронично отношусь к этому Я всегда могу свалить что-то на мой цвет волос Например, когда я еду за рулем и не забываю вступить кому-нибудь дорогу Я говорю, я же блондинка, все нормально Все хорошо Понятно Катя, не было никогда мысли перекраситься? Я перекрашивалась Правда? Да Но я поняла, что две блондинки Это серьезно Ну, в общем, вот такие две подруги На сегодня Катя и Лена дружат Они уже достаточно давно Практически родственницы И я думаю, сегодня с большим удовольствием Они будут не только сами отвечать на вопросы Но, может быть, как-то подсказывать друг друга Хотя это, конечно, возбраняется и наказывается Но чего не сделаешь ради дружбы Но даже если кто-то из них выиграет Или, быть может, проиграет Такое тоже бывает Надеюсь, на дружбу вашу это не повлияет Ну что, поехали в первый тур Ну что, правила первого тура просты Здесь у нас шесть тем В каждой из тем десять вопросов Героиня по очереди выбирает какую-то тему Отвечает на вопросы И так два круга То есть всего каждая из них по две темы Должна ответить, ну, желательно, на отлично Кто больше баллов наберет Тот и отправляется у нас во второй тур В качестве победителя и будет бороться За хорошее количество приятных призов Вот у меня здесь есть всякие пригласительные В том числе на концерты и в кино И вот сувениры тоже от наших партнеров Компании А-Медиатека Ну что, огласите весь список, пожалуйста Как звучит известная фраза из известного фильма Итак, девушки, сегодня у нас такие вопросы Такие темы Животные Это тема Можно выбирать Есть тема, которая называется Дело в шляпе Быть может, кто-то из вас увлекается Какими-то головными уборами Или знает, в чем был одет тот или иной персонаж Какого-нибудь фильма или сказки Но это очень известные Шляпы, шляпки и какие-то другие головные уборы Есть тема по фильму Бриллиантовая рука Если любите, если смотрели Если более или менее разбираетесь Можно взять эту тему Есть тема «Самые-самые» Собраны какие-то интересные и общеизвестные факты Самых-самых О чем-то очень самом-самом Ну, например, я не знаю Самое-самое, я не знаю Любимое блюдо на Новый год у наших россиян Да, селедка под шубой Ну, к примеру Так, есть тема, которая называется «Калейдоскоп» Здесь собраны вопросы с разных областей Не объединены, они не едины темой И аналогичная же ей тема «С миру по нитке» Тоже вопросы из разных областей Итак, бриллиантовая рука «Животные», «Дело в шляпе», «Калейдоскоп», «С миру по нитке» И самые-самые Вот шесть тем Девушки, кто начнет? Кто начнет? Ну, давай ты Такого еще не было Ну что, Катя, что выбираем? Оставить тебе бриллиант в руку Ну, оставь, уж ладно, я блондинка Животные Животные Ох, какая веселая тема Кате досталась Я думала, ее никто не выберет А потому Очень так вот мне радостно здесь Потому что половина вопросов детских А половина взрослых Вот такой сюрприз Ну что, поехали Что нужно делать Лене, когда будет Катя отвечать неправильно? Загибать палец, чтобы все было честно Да Поехали Летает ли пингвин? Нет Угу Как называют детеныша овцы? Ягненок Ягненок, но сначала надо подумать было, видимо Кто такой гиппопотам? Живот Понятно, как по-другому его называют еще Эммм, бегемот Конечно Кто зимой белый, а летом рожевато-коричневый? Маленький такой зверек Заяц Ну, белый зимой, конечно Заяц, беляк Но его называют просто царь зверей Заяц царь А, лев Лев Я думала, заяц царь зверей Где-то в глубине души, я думаю, заяц так и думает Но все-таки лев Какая птица самая маленькая в мире? Калибре Верно Как называется? Ископаемый тигр Вот его в музее еще выставляют, у него что-то такое там есть Это вопрос для взрослых, наверное Это уже пошли вопросы для взрослых, да То есть он отличается чем-то внешне от, ну, исторически Саблезубый какой Конечно, соблезубый, он там, у него зубы Даже в любимом мультике, по-моему, ледниковый период Там есть представители Самые известные собаки-космонавты Белка и стрелка Ура! Что делает рыба? Рыба во время нереста Молчит И Откладывает икру Ну да, хорошо, мечет икру Как иначе, может быть, даже отчасти по-спортивному Называют собаку породы немецкий бульдог Не знаю По-спортивному Бульдог Немецкий бульдог Нет Не знаю, это боксер, наверняка Слышала, наверняка Может быть, даже и называла сама так Ну что, минус один балл Это очень хороший результат Тем более тема-то животные Я не знаю, сейчас Лена злорадствует или, наоборот, радует Я радуюсь Потому что, ну, молодец, что могу сказать На все детские вопросы знает ответ Круто, неспроста Ну что, бриллиантовая рука? Да ну давайте бриллиантовая рука, наверное Ну что, мне кажется, давненько уже эту тему у нас никто не брал Лежит она себе в закромах родины Лежит Поехали Как назывался теплоход, на котором герои фильма отправились в круиз? Да, все было не так Да, да, да Крылов там какой-то, по-моему Михаил, я подскажу Светлов, точно, Светлов В какой день недели родились жители острова Невезения? Ну, в понедельник, конечно Конечно На чем в фильме бриллиантовая рука возвратился из булочной горбунков? Когда его увидела управдом Наши люди в булочную на такси не ездят Верно Где же все-таки рыбачили в итоге Геша и горбунков? У Белой скалы или на черных камнях? На черных камнях, по-моему Нет, у Белой скалы Что, по мнению распространителя лотерейных билетов и управдома Получит купивший пачку лотерейных билетов? Водокачку Верно Как контрабандисты назвали свою операцию? Когда Геша повел горбункова в ресторан Туалет, дичь или плакучая ива? Дичь Верно Что пил Козадоев, он же Геша, на следующее утро после банкета в ресторане? Шампанское Ну, по утрам либо шампанское пьют у нас, либо аристократы, либо дегенераты Какая же вещь была у блондинки, которую искал и очень хотел купить Семен Семенович? Халатик с перламутровыми пуговицами? Нет, есть такая же, только без перламутровых Мне кажется, она сейчас в образе Светланы Светланы очень хорошо сыграла Халатик с перламутровыми пуговицами Верно Как называется вторая часть фильма «Бриллиантовая рука»? Кхм, костяная нога Верно Кем подрабатывал Геша свободное от бандитской деятельности время? Модельером Моделью Моделью, верно Манекенщиком тогда так называли Ну что, минус один балл Тоже девять Молодцы Ну это все понятно Дружеский, разминочный был у нас сейчас раунд Но теперь придется немножко попыхтеть, постараться Итак, остались у нас Дело в шляпе Калейдоскоп Самые-самые И с миру по нитке Катя, что выбираем? Ну что? Больше всего нравится Калейдоскоп и с миру по нитке Это вопросы из разных областей Дело в шляпе Там про головные уборы Самые-самые Это вот тоже достаточно простая, мне кажется Такая вот всем известная Какие-то факты, моменты Люди С миру по нитке С миру по нитке Хорошо Приготовились Поехали Это слово Означает Некую постройку у русских И у татар Но в России Маленькую Неказистую Постройку А у татар Творец Что это такое? Маленькая неказистая постройка Это слово означает И у татар И у русских Постройку Только у нас Это маленькое что-то неказистое Сарай А у татар Дворец Верно Для нас Это слово означает Весьма Высокое звание У турок Это честь А японцы Проявляют с его помощью Почтение К собеседнику Что это за слово? Ну вот говорят там Есть он У священнослужителей У каких-то там еще Вот чин Чин-сан Молодец Поехали дальше Что такое На юридическом языке Открытое похищение Чужого имущества? О, кричат люди Нас Кража Окрабили Кража Грабеж На каком языке Говорит коренное Население Гренландии? Оп, так вопрос Предположить Гренландск На самом деле На эскимосском На каком языке Говорят в Израиле? Я же знаю И не только ты знаешь Многие наши телезрители знают Ну так Но они же не здесь А там Да, они могут подглядеть И посовещаться Да, у них есть Свой определенный язык На котором написаны Даже очень многие Иврит Иврит, конечно Как по-другому Называется Игра слов Устроили мы тут Понимаете Игра слов Перепутали Что-то такое Даже она сходна Мне кажется С калейдоскопом Ну вот что-то Я подсказываю Как могу Кошмар Не знаю Не знаешь Каламбур Как называется игра Написание стихов На заданные рифмы Или с заданными словами Это буриме Как одним словом Называется терпимость К чужим мнениям К верованию Или к поведению Толерантность Верно Какая обезьяна В басне Крылова Долго примеряла очки Мартышка Мартышка Это простой вопрос Здесь нет слова Толерантность Какой сказочной героине Было противопоказано Находиться на солнце Ну кто на солнце Не мог находиться Снегурочка Да конечно Снегурочка Вот перемешку Сложные Простые Всякие вопросы Минус 2 балла 8 баллов Набирает у нас Катерина Ну тут тоже Хорошо Уже 17 А вот у Лена Пока 9 Ну что Опережаешь Опережаешь Как всегда Ну что Животные у нас Исчезли С миру по нитке Больше нет Бриллиантова рука Все Остались Делом шляпика Калейдоскоп И самые-самые Может быть Самые-самые Самые-самые Да запросто Почему нет Поехали Самая плавательная обувь Ласты Верно Самый острый каблук Шпилька Самый первый школьный учебник Букварь Самый высокий Сказочный милиционер Дядя Степа Самый известный Автор сонетов Шекспир Самый известный Житель цветочного города Незнайка Самый русский Музыкальный инструмент Балалайка Самый добрый доктор Для животных Айболит Самый южный Материк Она Как ее Атлантида Нет Антарктида Антарктида Ну да Самая погодная сумка Рюкзак Верно Ну вот 10 вопросов Пролетели Что ж 9 и 9 18 против 17 Один балл Один балл Всего отделяет девушка От того Что бы они сравняли счет Ничего страшного Я думаю в этом нет С большим удовольствием Сейчас вот что у нас Выясняется И вот какие результаты У нас после первого тура Мы подводим Катерина у нас набрала 17 баллов Елена набрала У нас 18 баллов Таким образом Получается что Елена В качестве победителя Отправляется во второй тур Но с Катей мы не прощаемся Катя остается здесь Она помогает своей подруге Она подсказывает Намекает Как-то косвенно Подводит Но никаких прямых ответов Не дает Нет такого Я считаю Лену Что правильный ответ А Или что-то такое Ну как-то подсказать Намекнуть Я не знаю Может быть Навести На путь истинный Почему нет Я думаю что Ну подруга должна Как-то помогать Трудную минуту Сейчас эти самые Трудные минуты Для Лены И начнутся Во втором туре Не переключайтесь Ну что если вы заметили У меня здесь вот на столе Стоят удивительные бокалы Это наши Сегодняшние участницы Также получат В качестве презента Дело в том Что мы сотрудничаем Очень хорошо С компанией Амедиатека Телеканал Амедиа Есть тоже Амедиапремиум И онлайн сервис Как раз таки Амедиатека.ру Так вот там В начале октября Состоялась долгожданная Премьера сериала Которая называется Родина Это триллер Рассказывает О деятельности Маленькой Хрупкой блондинки Шпиона ЦРУ Ну собственно А эти стаканы Бокальчики Ну в общем Как хотите называйте Кружки Они с символикой Фильма Игра престолов Наверняка Среди вас тоже найдутся Поклонники Этого сериала Ну что В качестве приза Сегодня у нас еще Разыгрывается Пригласительный билет На концерт Легендарный Очаровательный Неповторимый Просто волшебная Любови Казарновской Которая сейчас Гремит по всем каналам И своим голосом Еще раз доказывает Что она действительно Дива 6 ноября КРЦ Звезда Ну и пригласительные Билеты в кино Наши участницы Также получат Но все это Лишь в том случае Если Лена Сегодня постарается А Лена постарается И выиграет Вместе с подружкой Своей И с поддержкой Подруги Катерины Наш второй тур Ну что Поехали Сейчас мы увидим На экране Замечательную картинку Это овощ Овощ этот Называется Топинамбур Приходилось ли Елена Едать Такой овощ Очень похож На имбирь Но это наверное Он и есть Нет Это топинамбур Кать Не ходила с топинамбуром Лакомиться Нет Вы слышали хотя бы Что такое есть Ну что-то да Ну вопрос про топинамбур Как вы думаете Как же по-другому Называют топинамбур И четыре варианта ответов Земляное яблоко Земляная груша Земляной орех Или земляной горох Вот так Рассуждайте Лена с Катей Как вы думаете Что это Ну вообще Очень похоже На орех Ну дайте нам каротиночку Пожалуйста Пусть девочки посмотрят Может быть родят у них Какие-то мысли Вообще ни на что не похоже На картошку похоже На гранату Которую хочется кинуть Иногда куда-нибудь Смешной Выпухлый Наверное все-таки Чищенный уже Яблоко, груша, орех Или горох Какие варианты Не нравятся сразу Земляная горох Вот горох Да Это точно На горох не похож Так Остались три варианта Яблоко, груша, орех Что еще не нравится Ну я думаю Что Орех 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 Даже не знаю Нравится ли мне орех Могу сказать Я не знаю Поможет это как-то или нет Но еще топинамбур Называют Иерусалимский артишок Еще лучше Я так поняла, что подсказка не удалась Да Блин Ну ничего страшного Мне кажется А что такое артишок вообще На что похож артишок Это мой второй вопрос Итак Пускай будет земляная груша В конце концов Почему нет Да кто спорит Земляная груша То есть земляное яблоко Не нравится Груша Ну это правильный ответ Ура Действительно Топинамбур называют Земляная груша Если кто-то со мной Не согласен Ищите Спрашивайте Это действительно так Поехали Была ли в вашей школе Астрономия Нет У нас не было Правда астрономии Как люди живут Тогда пропускаем вопрос Но все же Нет Придется задать Катя была астрономия в школе Да по-моему Значит сейчас на вопрос Отвечает Катя Мы ничего-то ведь Вместе Товарищи За такие соберитесь Какой греческой буквой Астрономы Обычно обозначают Самую яркую Звезду В созвездии Альфа Бета Гамма Или дельта Ну уж ответишь Наверное Наверное альфа Я так думаю То есть вы считаете Что все так просто Еще варианты Альфа Бета Гамма Или дельта Нет Я просто спрашиваю Может быть вы действительно Знаете ответ на этот вопрос Альфа Альфа Центавра Центавра Да Пускай будет альфа То есть все-таки Это первая буква Греческого алфавита Да Самое главное Пусть будет альфа То есть дельта не нравится Дельта Дельта это больше как-то Куда-то В море уходит Так А как она интересно Выглядит эта альфа Мы помним Альфа В физике Да Да Вот такая загигуля То есть вы считаете Что это загигуленкой И обозначает Это самая яркая звезда В созвездии Стоп А гамма Как называют Или как Значит бета Ну так она называется Альфа Или бета Или гамма Гамма у нас Какие-то иероглифы Лена пытается На наших многострадах Дельта треугольничек Дельта треугольничек Дельта треугольничек Откуда такие знания Астрономия Так Ну Нет Я все равно Склоняюсь больше к альфе Альфа То есть правильно Как Катя сказала Альфа Центавра Ну наверное Не знаю Ага Вот ты сам смешно Альфа Бета Гамма Или дельта Самая яркая звезда Созвездия Альфа Альфа Все Все Это альфа Это правильный ответ Молодцы Такой вопрос у меня Я не знаю Вот приходилось ли Своими руками Вкручивать лампочки Ой Постоянно Правда Ну наверняка Там и разглядывали И рассматривали Лампочки Да Разные они бывают А ты че молчишь Ты ни разу Лампочки Не вкручивала Ходилась лампочка Вкручивалась Страшно Бывает Бывает Ну смотрите Вопрос у меня Из области Как раз таки Ламповедения Практически Или физики По-другому Ну поехали Из какого металла Делают нить Накаливания В электрической лампочке Первая рука Тут же сразу Давайте вариант Ответ Давайте Да Алюминий Титан Сталь Или вольфрам Я думаю Что это Г Ответ Если я не ошибаюсь Ответ Г Ну не титана Вольфрамовая Ну не алюминиевая Правильно А почему не алюминиевая Точно не алюминиевая Сталь Это слишком так Тверда Титана Точно не засветится Ну титан Вольфрам Это вот Какие-то Свои личные познания Или где-то Слуху То есть вольфрамовая Нить Алюминиевая Нить Накаливания Нет Стальная нить Мне кажется Алюминиевая Расплавила Или нет Или я что-то путаю Не знаю Нет Вольфрам Вольфрам Да То есть прям сто процентов Ну не знаю На сто процентов Точно не знаю Я не электрик Но вольфрам Физики у тебя тоже не было Где вы вместе учились Скажите А вместе В академии В академии Хотя физики нет То есть вообще не было А математика была Математика была чуть-чуть А вот у меня в педагогическом Математика Была математика И логика была Кстати И философия была Кошмар Ну так что там с лампой Вольфрам То есть вольфрам Избить вас с толку Никак Ну видимо нет Но это правильный ответ Вольфрам Вот так вот Не спеша Мы замечательно Ответили на три вопроса И заработали три балла А это значит Что совсем скоро Через несколько мгновений У нас в супер игре Девушки будут угадывать За каким же полем Спрятаны наши Замечательные призы Билеты в кино В киноплекс Киномечта Билет на концерт Любови Казарновской Вот эти замечательные кружки Ну в общем пожелаю им удачи Поехали Ну что Как у вас девочки С удачей С везением Вообще С какими такими Легкими поступками Вот поставила На пять Красное И выиграла Бывало такое в жизни Бывало Главное верить в себя Не бывало Выигрывала А в лотерейке выигрывали В лотерейке Да Самый минимум То что рубли Два раза в рубли Да 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 Понятно Ну давайте сейчас Таким взмахом Волшебной палочки За спинами наших участниц Появится шесть ячеек Шесть полей Шесть отделов Я не знаю Шесть каких-то коробок Хранилищ Где все спрятаны Наши супер призы Под знаком подарочка Такого бело-красного В общем у вас три попытки Открыть За каким из полей Кто начнет? А мы не совещаясь Просто Можно Может все попытки Лены использовать Можете Одну Лену Одну Катю Одну общую Давай вместе начнем Давайте Какой? Какой тебе больше нравится? Один Других вариантов нет Самая темная какая-то четверка Ага Четверка Ну давайте Решили наши девушки Что там за четверкой? Ничего там за четверкой Я молчу теперь Давай Вот так вот Вера Получается Упала Ну нет Ну надо Еще две попытки у вас И на каждую попытку По минуте Катя Три Три Ну хорошо идете В то блин направлении Вопрос Так Не пятом Вдруг Ну Один Два Так у нас с тобой красный диплом Да Красный Значит Пять 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 Да То есть Не нравится вам Ни единичка Ни двойка Ни шестерка Не на шестерка Три Логики у вас не было В выбор с этим Нет Нет Ну что Че пять Пять? Да Пять Ну давайте Посмотрим За пятеркой И если там что-нибудь За пятеркой Нет К сожалению За двоечкой Искрывались Наши замечательные Призы Но тем не менее Автоматически Билеты в кино И кружки Вам достаются Ну А билет на любовь Казарновская Думаю мы разыграем В следующий раз У вас минутка Может быть Какими-то мнениями Своими эмоциями Поделитесь со мной Страшно ли отвечать на вопрос Мне кажется Не страшно Главное Что кружки дали Кружки Кружки Это самое главное Они всегда в хозяйстве пригодятся В кино тоже классно сходят Да Правда же Здорово Без концерта как-нибудь проживем Ну я думаю Лена нам споет Если что А Лена поет? Да Я еще и пою Ой приходите к нам И поете Ну в общем Как вы поняли друзья Главное не отчаиваться Победила дружба В любом случае Здорово что сегодня У нас такая душевная Хорошая Замечательная игра Ровная На мой взгляд Что бывает очень редко Ну вам желаю Хороших выходных Приятных эмоций Вместе с своими родными И близкими Встречайтесь с друзьями Почаще До свидания Редактор субтитров А.Семкин